Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Мой сыну 9 лет, не ходит в школу, протестует против режима и обязанностей, но не глуп, эрудированный. С детства не хотел в сад с истериками, пошли в школу, вспомнил о садике, что там было хорошо. Насилу не могу заставить, просьба и мотивация так же, не хочет и все. С его папой в разводе 2 года, он не видится с детьми. По характеру они похожи, папа плюс ко всему в семье был тиран и абьюзером. Как мне быть в такой ситуации? Вопрос задает человек под ником Ирина, вот, соответственно, будем обращаться к ней именно так. Ирина, первое, что я хотел бы отметить, это, вот, ну, как бы, ваша цель. То есть, как быть в такой ситуации, чтобы что. Потому что, если, например, выстраивать отношения с сыном, это одно, это одно направление, которое, ну, важное, не важное в данном случае, вот. Или вам, в целом, например, работать со своей жертвой, начиная, потому что, ну, совершенно очевидно, что не случайно вы, вот, именно с таким мужчиной, тираном и абьюзером, как вы говорите, построили отношения. Так что, у этого есть тоже свои причины. Также в вашем тексте довольно-таки значимо, довольно-таки явно проявляется некоторая такая вот неуверенность в себе, я бы даже сказал отчаяние, я бы даже сказал, может быть, какой-то страх, вот. Если я прав в этом контексте, то, соответственно, с этим тоже нужно работать. Да, то есть, если вам это откликается как-то, то вот с этим тоже нужно работать, с этим тоже нужно взаимодействовать. Ну, по крайней мере, мне так это видеться, с точки зрения психологии. Теперь, что хочется сказать вам в контексте этой ситуации. Ну, во-первых, вполне возможно, вполне вероятно, и такое бывает довольно часто, что, допустим, партнер, ну, в данном случае и вы, как бы находясь в отношениях с мужчиной и продвигая определенную линию поведения с мужчиной. Вполне возможно такая ситуация, что ту же самую модель вы проецируете, то есть, ну, переносите, условно говоря, на ребенка. Вот. То есть, что это значит? Ну, это значит, что вы ведете себя с своим ребенком так же, как с папой. Это первое. Второе. Отсутствие мужской фигуры. То есть, как бы, в данном случае, да и вообще, вообще в семье, да, в системе, в семейной системе, отцу уделяется достаточно много внимания достаточно большого количества важности в вопросах воспитания, именно, что называется, мальчиков. Потому что женщина, она, в данном случае, может выступать в качестве поддержки. Она может, в данном случае, она может выступать в качестве источника чувственности, источника эмоциональности, источника нежности, вот. Но не в качестве, как бы, источника формирования личности, потому что пыталось, чтобы она была такой, ну, и не чтобы она была, ну, по сути, мужчиной. Вот. Значит, тут важно понимать, да, что вам выше, ну, вот, выше своей головы вам не прыгнуть, и, как бы, вы не можете перестать, например, быть, ну, как бы, женщиной, да. Вот. Вот. И, соответственно, ребёнок, чувство своей женщины, вот, хоть и его мама, и, безусловно, имея перед глазами модель поведения своего отца, вот, и, естественно, эта модель поведения копирует. Это, в принципе, нормально. То есть, ну, ну, как бы, у кого ещё копировать модель поведения только как не у своего папа. Это нужно понимать. Это нужно понимать. Нужно понимать этот аспект и относиться к нему, как, в данном случае, давности. Вот. Поэтому крайне важна мужская фигура. Вообще в семье всегда важна мужская фигура. А вот в данном случае, ну, как бы, тем более важна мужская фигура. То есть, иными словами, важен мужчина, вот, в семейной системе. Так. Я бы мог сказать. Соответственно, его нет. Соответственно, отношения с мужчиной, ну, другим, почему-то вам не выстроились. Вот. То есть, почему-то вы, ну, как бы, по-прежнему одна до сих пор и, соответственно, как правило, подобное возникает в результате определённых, так скажем, трудностей. Ну, то есть, подобное случается и происходит тогда, когда у человека, вероятнее всего, всего, есть определённые трудности, определённые проблемы. Либо это страх, либо это неуверенность в себе, либо какие-то внутренние конфликты, либо, может быть, ну, вот, в какой-то степени, да, может быть, допустим, запрет, да. То есть, вот, ну, вот, какой-то внутренний вот запрет. Так, в принципе, тоже вполне может быть, так тоже вполне может подходить. Вот. Поэтому вам нужно, в первую очередь, поработать над своей целостностью личности. Вот. Потому что, единственное, вы чувствуете себя неуверенно, если вы чувствуете в себе какие-то сомнения, вот, а вы говорите там, что я не могу, не могу заставить и вот это, и так далее. Вот. То ребёнок это, конечно же, чувствует. И, соответственно, у него, ну, в какой-то степени, так же, как у вас, возникает вот это вот ощущение такое, может быть, тревоги, да, потому что на родителя опереться у него в данном случае не получается. Вот. То есть, как бы, вы вот в данном случае не выступаете, не выступаете такой опоры. Вот. И моё предположение, оно может быть в данном случае ошибочным, я это понимаю, но тем не менее. Моё предположение заключается в том, что ребёнок отражает ваш конфликт, связанный, например, в первую очередь, с собственным каким-то, ну, может быть, протестом. То есть, вы сами где-то, где-то, где-то вот в глубине души, может быть, протестуете, вы сами где-то в глубине души, может быть, чем-то вот недовольны, вы сами в глубине души, ну, вот, условно говоря, там, чего-то, чего-то не хотите, например. Вот. Ну, это пытаетесь как-то скрыть и подавить. Вот. И в итоге, как бы, ребёнок является отражением вашего, данного внутреннего, внутреннего конфликта. Вот. Соответственно, с этим нужно работать. Дальше. Дальше. Перенос. Если баба был тираном и абизором, как вы говорите, то вы находились в серийных созависимых отношениях. Созависимые отношения достаточно травмирующие для психики. В том смысле, что личность в них деформируется. Модель мира, картина мира разрушается, принимает очень искажённые, очень нереалистичные, оторванные от реальности формы. И, соответственно, выход из этих отношений, ну, например, чисто физический выход, когда люди просто физически расстаются, например, проблему не решает, а чаще ещё больше травмирует. Вот. Ну, потому что созависимость, несмотря на то, что действует деструктивно. Вот. Всё же даёт какую-то выгоду человеку. Всё же, ну, всё же что-то даёт. То есть всё же несёт в себе какую-то поддерживающую функцию. Хотя и, безусловно, болезнь. И, соответственно, выходя из отношений деструктивных, человек, да, вроде бы становится свободным, но фактически получает, на мой взгляд, в общем-то, ещё большую тяжесть, ещё больше травматичность. Вот. К сожалению. Поэтому, если говорить вот об этом, то, ну, в данном случае, ребёнок, как мне кажется, совершенно естественно, является отражением вашего конфликта. Вот. Внутреннего. И, соответственно, отражением вашей неуверенности, ваших страхов, ваших сомнений. Вот. Но также и подавленных протестов. Вот. Поэтому так важно в первую очередь разрешить свои собственные трудности и свои собственные конфликты. Например. Вот. Вы говорите, сын не ходит в школу. Да? Соответственно, как вы на это реагируете? Ну, вот именно вы как реагируете на это? Каким образом вы на это реагируете? Давайте просто зафиксируем то, как вы реагируете и то, какие чувства при этом вы испытываете. Да? Да? То есть одно дело, если человек реагирует из чувства страха, из чувства стыда, вот, из чувства вины на то, что делает другой. И иной, иной, иной момент, если человек реагирует на действия другого из своих собственных ценностей, из своих собственных границ. Понимаете? В чем штука? Основная проблема, ну, вот, мышины отца ребенка и ребенка в том, почему образуется такая вот тирания, обидорство. Основная проблема на поведенческом уровне, именно на уровне взаимодействия с другими людьми, заключается в отсутствии границ. То есть, человек не чувствует границ, не чувствует рамок, где я могла остановиться, где тот предел, который вот, когда все, стоп, нельзя. Или этот предел был деструктивным. Да? То есть, например, он был непостоянным в детстве мужа, ну, вашего, как бы, бывшего молодого человека или мужа, я не знаю, но так иначе отца ребенка. Вот. Эти границы не были выстроены конструктивно. И, в том числе, тирания, что такое тирания, да? Это тотальный контроль, тотальный контроль. Когда человеку нужно все контролировать? Когда есть постоянная какая-то угроза чего-то, да? Когда я постоянно боюсь чего-то, когда я постоянно опасаюсь чего-то, когда мне постоянно нужно решать, именно словами, какую-то проблему. Мне постоянно нужно от чего-то защищать. Вот тирания – это просто постоянная защита. И, соответственно, ваш ребенок делает то же самое. Он постоянно защищается. Процесс – это защита. Нежелание чего-то делать от защиты. Но, в то же время, у ребенка это и поиск опоры. Поиск ограничений. И невозможность, невозможность, я подчеркиваю, невозможность адекватно, это важно, невозможность адекватно эти границы выразить, да? Создает вот такую деструктивную модель поведения. При этом, не стоит думать, что речь идет исключительно про достижение своих целей. То есть, речь здесь не идет о том, чтобы ребенок, например, делал то, что вы хотите. То есть, например, ходил в школу, не протестовал против режима или соблюдал его. Нет. Речь идет немножко о другом. Речь идет скорее о том, чтобы демонстрировать ребенку свое отношение к тому, что он делает, и естественных, опирающихся на ваши чувства последствий его действий. То есть, эта история не про то, чтобы заставить человека что поделать, а эта история больше про то, чтобы поставить человека перед фактом последствий его действий. Чтобы столкнуть человека с ценой за его действий. Это, согласитесь, совсем не одно и то же. Это важно понимать. Вот. Поэтому здесь очень важно то, как вы реагируете на это. Очень важно то, как вы откликаетесь на вот собственно то, что делает ребенок. Если вы откликаетесь деструктивно, то ребенок, соответственно, ведет себя, ну, просто деструктивно. Об этом в данном случае вот никуда, пожалуй, не деться. И, соответственно, если вы будете вести себя позитивно, в этом смысле не пытаясь заставить ребенка делать то, что, например, вам нужно, но в то же время и ставя его перед фактом последствий его действий, то, соответственно, может быть улучшен. Конечно. Но для этого нужно вам определиться со своими реакциями. Да? То есть, обратите внимание, мы немножечко здесь отходим от позиции директивы и приходим к позиции свободного выбора. То есть, как я выбираю, какие последствия я выбираю, да? Мы приходим к некоторым таким нарушениям связи между действием и последствиями. То есть, не обязательно, если ребенок не ходит в школу или не соблюдает режим, он совершенно не обязательно должен лечиться каких-то благ, ну, например, компьютера, телефона, сладости, возможности гулять и так далее. Но в то же время ребенок получает некоторую совершенно другую реакцию в виде переживания, например, вас, да? Это более зрелые и более взрослые отношения, на мой взгляд. Ребенку нужно учить ответственности в этом смысле. С другой стороны, с другой стороны, речь можно вести и о том, что, несмотря на эрудицию, мальчику не особо чего интересно. Вот это тоже такой очень, как мне кажется, важный момент. Понимаете? Вот. То есть, вам бы здесь обратить внимание на то, что ему интересно. Постараться его чем-то заинтересовать. Понимаете, да? Поэтому тут вот есть такой аспект того, что несмотря на свою эрудиированность, ребенок вполне возможно не особо чем интересуется. И здесь очень важно не фиксировать внимание на учебе, на режиме. То есть, да, смотрите. С одной стороны, это важно. С одной стороны. С другой стороны, помимо этого, должно быть что-то еще. Если вы не общаетесь с ребенком со своим, если вы, скажем так, не взаимодействуете с ним никак вне той проблематики, которую вы описываете, а фиксируетесь только на этой проблематике. И все ваши разговоры с ребенком про это, разговоры эмоциональные, разговоры энергетически заряженные, что называются только об этом, то для ребенка, и в том числе для вас, это становится источником получения какого-то внимания, какой-то энергии, доказательств. Не безразличие и так далее. То есть, по сути, это становится способом эмоциональной жизни. Поэтому крайне важно, чтобы у вас был достаточно широкий контакт с ребенком. Да? Не только у вас, но и у мужской фигур, в которой бы ребенок относился с уважением и авторитетом. Это может быть ваш мужчина, это может быть какой-то родственник, это может быть какой-то ваш друг. Не важно. Главное, чтобы мужская фигура была. И чтобы ваш контакт с ребенком был достаточно широкий. Как это работает? Смотрите. Если мы смотрим на жизнь человека глобально, именно глобально, да, то нам важно, чтобы человек вырос гармоничным. Чтобы человек вырос способным реализовываться и достаточно социализированным. Социализация происходит в рамках деятельности. То есть, лучше всего, лучше всего. Социализация происходит через деятельность, посредством деятельности. Об этом написано очень много работ, это давно уже доказано. Вот. В частности, вот в прошлом веке такие знаменитые ученые, как Выгодский и Леонтьев об этом очень много писали и говорили. Вот. Социализация происходит посредством деятельности. Что это значит? Что это значит, что когда я с кем-то взаимодействую, я социализируюсь. Но деятельность может быть разной. Есть деятельность, которая мне не нравится. Есть деятельность, которая мне не интересна. Есть деятельность, которой я боюсь. Есть деятельность, которой я занимаюсь не ради деятельности, а ради там чего-то. Например, многие дети учатся для того, чтобы получить как телефон, велосипед, компьютер, а впоследствии что-то еще. понимаешь, да? То есть здесь социализация, что называется, происходит искаженно. Человек приучается врать, лицемерить и так далее. Потому что, ну вот, напрямую заявить о своих потребностях он не может. Поэтому первый момент – это взаимодействие с ребенком эмоционально. Чувствование вне той проблематики, которую вы описываете. И второй момент, на который также важно обратить ваше внимание, заключается в том, чтобы понять позицию ребенка. Что это значит? Это значит, чтобы с ребенком не всегда вести себя как родители. Постарайтесь его понять. Ну вот он, например, не хочет ходить в школу, да? Или не хочет соблюдать режим. Поинтересуетесь его мнением. Кто об этом думает? Почему больше стоит? Просто взять и донесите до него простую мысль, если вы хотите его понять. Не преубердеть. Нет. Именно понять. Постарайтесь человека понять. Постарайтесь прояснить. А, собственно, почему так. Вот. А при этом, вот, самое такое частое возражение, которое я здесь слышу, заключается в том, что ребенок не хочет, не хочет разговора. Да? То есть, как бы родители говорят, что ребенок не хочет объяснять и уходит от разговора и так далее. И вот я вам открою такой, может быть, ну, не знаю, секрет, секрет, не секрет, вот. То есть, ну, понятно, что это не секрет, но тем не менее. Я вам могу сказать следующее, что ребенок избегает разговора только когда видит для себя в этом какую-то угрозу. То есть, нужно понимать, что если ребенок не идет на контакт, он видит в этом угрозу. И, соответственно, контекст беседы для него является угрожающим. Если вы поработаете с теми вещами, о которых я сказал, да, и, как бы, донесете до ребенка в этот аспект, что вы просто хотите его понять, например. Например. И все. Он, скорее всего, вам скажет о своей позиции и вы сможете его позицию прояснить. При этом, поскольку можно говорить о том, что дети копируют поведение своих родителей, ну, или можно говорить о том, что дети копируют поведение своих близких, например, да, то он нужно сделать самой. То есть, самой прояснить свою позицию. Просто ради того, чтобы ее прояснить. Вот. Показать ребенку, как это делается. Как это происходит. После чего ребенок уже сможет, имея перед собой пример, этот, эээ, как бы, ну, адекватно, адекватно. То есть, здесь работа вот такая. Поскольку ребенку 9 лет, тоже достаточно взрослый, хотя и не взрослый, но, тем не менее, отношиться к этому все нужно, на мой взгляд, серьезно. Да, достаточно. Вот. Ну, и в качестве подготовки к терапии, психотерапии вашей, пока вы готовите, наряду с обратной связью, которую, я надеюсь, вы дадите, и которая послужит началом вашей работы над собой. Я бы рекомендовал почитать, эээ, книгу, эээ, Юлии Борисовны, Юлии Борисовны, эээ, которая называется «Обчаться с ребенком как». Вот. Вы можете так и написать, Юлия Борисовна, «Обчаться с ребенком как». Вот. Хорошая книга для, эээ, так сказать, ввода в взаимодействие с детьми. Ни в коем случае эту книгу не стоит воспринимать как истину в последней инстанции, эээ, кладезь ответов на все вопросы, эээ, опору для решения своих проблем. Ээээ, эта книга просто для расширения кругозора. Так же, в принципе, как и то, что сказал я. Это расширение кругозора. Если вы посмотрите на, эээ, то, что я предложил, то это расширение кругозора. Кругозора вашего, кругозора ребенка. Расширение, может быть, эээ, социальных контактов вас как семьи. Привлечение новых членов семьи, новых людей. Как я понял, есть еще, эээ, как я понял, есть еще, эээ, еще ребенок. Его тоже. Эээ, развод, о котором вы говорили, я сейчас посмотрел бы в разводе. Развод является травмой. Эээ, соответственно, вы травмированы. Естественно, будете травмированы, и вам сложно устраивать отношения с ребенком. Я бы даже сказал, что в какой-то степени вредно. Поэтому нужно работать над этим. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь. Энт. Профессу. wind.